Девушки отдыхают Кейрушин хоккей-шоу совсем скоро стартует очередной сезон континентальной хоккейной лиги. Я не знаю, как для вас, но для меня это событие, потому что в борьбу вступает мой самый любимый клуб из моего родного города Челябинска. Это Трактор. Трактор это клуб с самыми богатыми традициями. Трактор это самый мощный клуб на Урале. Трактор обладает самой мощной хоккейной школой. И на Урале есть только один крутой клуб. Магнитогорский металлург. Че? Через плечо. Я сейчас кому-то... Как вы поняли, у меня сегодня в гостях защитник магнитогорского металлурга. Олимпийский чемпион из Магнитогорска. Еще. Обладатель кубка Гагарина из Магнитогорска. Еще. Чемпион мира из Магнитогорска. Все? Все. Егор Яковлев, друзья, в гостях в Ярушин хоккей-шоу. Аплодисменты! Как вы поняли, у меня в гостях защитник магнитогорского металлурга, олимпийский чемпион Егор Яковлев. Поаплодируйте всех, кто находится в депо сейчас здесь. Если кто-то не знает, если кто-то не знает, то вот в КХЛ это постоянное уральское дерби, противостояние этих двух команд. Магнитогорский металлург и Челябинский трактор. Самый дебильный вопрос, который тебе задавали журналисты, скажи. В принципе, ну это шаблоны всегда одно и то же. Егор, прямо сейчас здесь в нашей программе я задам тебе вопросы, которые тебе никогда в жизни не зададут. Егор, скажи, пожалуйста, год без секса или год без хоккея? Без хоккея. А, надо было честно отвечать? Вот это неожиданно. Как обратиться к тренеру, если ты забыл его имя? Я так делал сейчас целый год, кстати. Коуч, коуч. Если вы не знаете, Егор в этом году играл в национальной хоккейной лиге в клубе Нью-Джерси Девилс. Ты реально не запомнил, как зовут тренера? Да не, ну их там, ну главного-то запомнил. Ну их было много там, и я просто, ааа, ну там. Коуч, коуч. Большой контракт или большая грудь? Контракт. Будет контракт, будет. Так, отлично. Вот такой вопрос. Кем бы из женщин ты бы стал на один день? Бузовой. Почему, Егор? Мне кажется, у него такая насыщенная жизнь. Продолжи фразу. Сексуальнее, чем Мазякин, только... За рипов. Друзья, в гостях Южный Покешоу, Егор Яковлев, мы проводим. Извините, а вы не из Челябинска? Нет, нет. Нет? Извините, пожалуйста, а вы не из Челябинска? К сожалению, нет. Нет, да? Нету. Извините, а вы не из Челябинска? Нет. Да. Извините, а вы не из Челябинска? Это манекен вообще, слушай, я что-то... Есть кто-нибудь из Челябинска? У меня, да? Есть вариант найти кого-нибудь из Челябинска? Будем искать. Девушка, извините, а вы не из Челябинска? 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 Всем привет, с вами Наташа Краснова и в постели с Красновой. Цирк Дюссалей у вас в доме. Королева Беквакала. Не делай так. Расходитесь. Краснова – это я. Другой, я хочу тебя познакомить со своей давней подругой, с красивой, очаровательной, прекрасной Наташей Красновой. А если с ней знаком, просто уйма масла... Не говори сколько. Сколько лет. Сколько там. Блогер, писательница, автор бестселлера книги «Бывшие». Вот она здесь. Мы по эту книгу потом еще поговорим сегодня обязательно. У нее в инстаграм более двух миллионов подписчиков. Половина из них вменяемые эти подписчики. Также Наташа работала в свое время в хоккейном клубе «Трактор». Да, было достаточно. И даже в свое время ей повезло проживать с игроком хоккейного клуба «Трактор». Так уж получилось. Еще она мать прекрасных двух пацанов. Почему ты не говоришь, что ей так повезло, что она мать двух пацанов? А я... Что-то за везение. Типа, жизнь хоккеистом – это везение, а рожать детей – это не везение. А я наоборот хотел сказать, что она мать прекрасных двух пацанов-двойняшек. И в этой мне повезло еще больше. И она меня перебила. Еще Наташа старшая по подъезду, а ты, Егор, всего лишь олимпийский чемпион. Страшно? Очень. Наташа, это олимпийский чемпион. Я просто хочу... Мне тоже страшно. Ну, давай еще. Я просто хочу сказать, с кем ты сидишь? Это олимпийский чемпион, чемпион мира, человек, который... Он из Магнитки, не надо тут его. Хоккеисты, которые приходят с подарками на нашу передачу, мы разыгрываем среди вас, среди самых активных подписчиков, которые под видео пишут комментарии, предлагают свои конкурсы. На прошлой передаче Владислав Гавриков принес от себя именные краги, именную клюшку и сувенирную майку сборной России со своим автографом. И сегодня побеждает. Мы поздравляем Вадима Иванчея, вам уходит краги. Степан Габидуллин, мы вас поздравляем, вам уходит клюшка. И Лосевы ТВ, ребята, вам достается сувенирная майка сборной России с автографом Владислава Гаврикова. Будьте активными, пишите свои конкурсы здесь, ниже под видео, в комментариях. И в следующей передаче мы уже разыграем бейсболку Нью-Джерси Девилс от Егора Яковлева с его автографом. Всех победителей я поздравляю и просьба вам огромная написать вот на этот мейл, чтобы получить свои подарки. Прямо сейчас мы проверим, кто из вас лучше разбирается в хоккее. Вы готовы? Я задаю вопрос, за 5 секунд вам нужно дать 3 варианта ответа. Наташа, 3 возгласа, которыми ты отмечаешь забитые голы трактора. Сука! Ура! Давайте хотя бы еще раз. Да, в том сезоне так и было. Очень обидно было. Давайте, пожалуйста, умоляем. Три сезона так было. Да, так и было. Егор, покажи на себе 3 лучшие части тела Наташи. Ай, хорошо! Я так прям думала, господи, хоть бы мозг отметили мой. Билл сразу же, сразу мозг отметил. Наташа, твоя команда проигрывает 10-0. Блин, да что ты напоминаешь каждый раз в тот сезон? Что ты прям? 5-1 хотя бы давай. Хорошо, хорошо. Твоя команда проигрывает 5-1. 10-0. Это уже не в сухую, все нормально. Да, в перерыве ты оказалась в раздевалке своей команды. Три вещи, которые ты им скажешь. Ну, без мата материться же нельзя, да? Нельзя материться. И так, три вещи, которые ты скажешь. Ну, ребята! Настоящий челябинский жаргон. Ну, чего? Все правильно. Ну, блин, я не знаю. Я просто проходила мимо раздевалки. Это был не игровой момент. Это просто вот... С утра пришли. И там просто не было, кроме мат, вообще ничего. Даже союзов не было. Вы как-то так умудряетесь, ну, типа мысленно общаться. Да, он мобилизует, во-первых. Эмоционально, да. И человеку понятно сразу, куда ехать, куда забивать. Кто враг, кто друг. Все. Егор, назови три запаха, которые... Быстро. Три запаха, которые издает хоккеист. Под запахом проигрыша и победы. Победы, окей. В зависимости. Наташа, три вещи, которые никогда не будешь делать с хоккеистом. Да, блин, я все их делала. Я жила от вас в этот год. Ты что, Стас? Егор, три лучшие отмазки, чтобы не выходить на матч. Не хочу, болит голова, неохот. Приехал к Лерушну на передачу. Подожди, подожди, а чем не хочу от неохоты отлицать? Просто мне интересно, как бабить. Я уже забыл, что первый сказал просто. Наташа, три лучшие отмазки от секса. У меня уже был. Я думала, что это правильный ответ, сейчас я скажу. Ну, давай на скамейку запасных посиди, потом еще раз попробуешь. Я не знаю, как отмазываться? Я к маме. Класс! Я к маме. У меня уже был, я к маме, я болею. Я болею. Ты в курсе, что исследователи провели исследование, оказывается, секс, он обезболивающе хороший. То есть, если баба говорит, у меня болит голова, ты расстегиваешь штаны и говоришь, у меня есть обезболивающее. Подожди. Спроецируем ситуацию на хоккеисте. Да, упал, у него колено болит, выбегает. Да, женщина из группы поддержки говорит, сейчас я обезболю. Вот так. Если сильно болит, две бегут сразу. Понял, не нужен хоккейный врач. Тренинг, я ему сейчас сам, блин, давайте, сейчас будет ему обезбол. Общий вопрос. Три вещи, за что мы любим хоккей? Эмоции. Интригу. И деньги. И деньги. Егор Яковлев, Наташа Краснова. Мы продолжаем. Егор, что ты принес нам сегодня? Кепку принес Нью-Джорси Девилс. Да, она не нужна мне больше. Я думаю, что мы не будем сейчас тут тоже вильки отрывать. Кепка Нью-Джорси Девилс. Егор играл за этот клуб в предыдущем сезоне. Подписывая его. Друзья мои, пишите в комментариях, какие бы конкурсы вы хотели видеть хоккеисты против наших медийных людей. И самые лучшие конкурсы мы выберем. Сыграем в них здесь. И вы обязательно будете вознаграждены. Эта бейсболка 100% кому-то из вас уйдет. Егор, ты же как много по... Катя плюс Егор. Любовь. Это специально для тебя, Наташа. Спасибо большое. Моя хорошая. Спасибо. Ребята, вот тоже эта книжка уйдет с автографа Наташи Красновой. Друзья, все вы знаете, что празднование голов Ну, это же стало модным в хоккее, когда игроки забивают и... Когда танцуют как-то пасы. Да, и вытворяют на льду непонятные вещи. Это стало модным. Отпраздновать красиво. Гол. Накрыть поляну прямо на льду. Прямо сейчас я вам предлагаю пройти в игровую зону. Порадоваться своим забитым шайбам. Поехали. Короче, правила очень простые. Сейчас вы бросаете шайбу по пустым воротам, Наташа. По-любому попадешь. Вросаете шайбу. Идете, продолжаете свое движение. Я говорю вам, к примеру, орел. И вы начинаете импровизировать. Начинаете радоваться так, как вам бы хотелось радоваться. Может быть, что-то ты себе в арсенал потом в хоккейную и возьмешь. Окей? Готовы? Давай на камень, ножницы, бумага. Кто первый? В крагах, в крагах. Камень, ножницы, бумага. Раз, два, три. Егор начинает. Давай. Давай. Наездник. Рука мне обзорачивайся. Наездник. Это все равно завод. Ребята, так быть честно. Ну все, пойдемте обратно в студию. Егор Яковлев, Наташа Краснова. Супер хоккеист, олимпийский чемпион. Мама, мы выиграли, вы чемпионы. У тебя есть какие-то интересные истории, связанные с хоккеем вообще? Потому что ты же имел отношения к хоккеем с хоккеем. Блин, их много. Если бы ты... Как у нас уволили Либо Скотта, ты не знаешь? Трактор, Скотта. Уволили Либо Скотта? Какого-то очень талантливого мальчика, который стоит на коньках. Он наделся. Говорит, Наташа... Я говорю, позовешь меня, я тебя застегну. Потому что там вот так вот застегивается очень неудобно. Он не зовет, не зовет. Все. Он такой зашел, говорит, где майка, где шорт. Зашел, а я у директора сижу. Он говорит, где майка, где шорты. Он застегнул вот так вот костюм. Стоит медведь. И вот здесь хвост. Вот так вот стоит. И директор такой, о, Наташа, все. Чтобы его я больше не видал. Если бы тебе сказали написать книгу о хоккее, ты бы написала ее? У меня мало инфы. Придется еще переспать с несколькими хоккеистами. Все. Остался еще один челлендж на сегодня. Чистый хоккейный. Кто проигрывает, тот эротично в камеру приглашает всех болельщиков посетить матч Магнитогорского металлурга против Челябинского трактора. Челлендж, друзья. Наташа Краснова в воротах Егор Яковлев бросает. Но с одним условием. Можно я сразу приглашу и все. Я не понимаю, зачем это. С дизайнером я. С одним условием. Егор Яковлев переворачивает клюшку и бросает обратно концом клюшку. И пусть держит ее ногами. Просто обезопасит тебя. Одной на бой. Наташа в воротах, Егор бросает. Пойдемте, ребята. 10 шайб челлендж. Наташа Краснова в воротах. Егор Яковлев бросает. 10 шайб, но переворачивает клюшку и обратно концом. Кто проигрывает, тому, ребята, наказание. Ух ты, ух ты. Страшно? Ой, ой, очень страшно. Первая шайба, поехали. Здорово. Какая Наташка красивая. Смотри, позитивная. Бросок. Гол. 1-0. Егор забивает. Да Егор не вытаскивает ее, потому что это не первая и не последняя. Второй бросок. Бросок. Гол. Не вытаскивай, Наташа. Третий бросок. Егор добавим. Еще бросок. Гол. Еще бросок. Бросок. Гол. И строго бит. Следующий бросок. Ибо, Наташа, ты ее получил. Давай, я поеду, Наташа. Можно, давай, на путь. 3-2. Давай. Браво, 3-3. Посмотри. Егор, ты можешь проиграть сейчас. Ты знаешь, какое будет наказание? Я сейчас бань, Наташа. Надо посетить. Бань, встанги. 4-3. Браво. Танштанги за 2. Танштанги за 2. Давай. 4-4. Слушай, сейчас счет 4-4. Решающие две шайбы. Краснова ловит. И сейчас либо ничья, либо Егору Яковлеву наказание. Друзья, это Наташа Краснова. Это очень жарко, Стасик. Очень жарко. Я тебя поздравляю. Это очень страшно, Егор. Очень страшно. Друзья, это Наташа Краснова. Это Егор Яковлев. Это Ярушин. Хоккей-шоу. Спасибо, ребята, что вы сегодня пришли. Ты. Я опять тебя Дэра надрял. Ты. Ты мегас. Ты супер. И Егор. Егор. Все, смотрите нас. У нас увидится через неделю. Пока. Вези на трофе. Теперь будет как раз новый. Пока. Привет, болельщики. Если ты любишь хоккей и уральское дерби, то тебе к нам. На матч Металлург-трактор. Мы заведем этот мертвый трактор и устроим жаришку. Редактор субтитров А.Семкин